спасибо! кто это был? да покупатель приходил. а чего ты продала? барретт в туалете валялась, а я говорила, если не уберешь, продам. что? а теперь чо если плохи же ворутся, когда я на троне сижу? и за сколь продала? сто долларов. сто долларов, ты с ума сошла? ты ж говорил, за столько ее и купил. ааа так.. мм.. мда. а вот еще три сотни за те, что я нашла в холодильнике, за диваном, и во дворе. разрушительное ранчо.. перевод и озвучка.. привет с разрушительного ранчо. у нас тут донат, парень сока.. элай даблтап и еще парочка скоро придет, короче у нас сегодня челлендж будет. уже пробовали подобное с донатом и плохишом, только тогда пулю надо было остановить в минимально деформированном состоянии. а сегодня просто делаем самодельные бронежилеты. но с некоторыми условиями. закупаться можно только в хеб, это техаская пятерочка типа.. не волмарт какой нить, где куча разности, а там в основном еду продают. и дальше условия, значит броню надо сделать, точнее плитник, пуль непробиваемый должен быть только его перед. все компоненты покупать в хеб, максимальный бюджет 100 долларов, не больше, нужно показать чек.. это включая скотч, клей и прочее. без металла, без воды.. а то народ бы просто бутылками воды обвешался. иии.. мы забег на 100 метров сделаем. поэтому броник должен быть носимым и не мега тяжелым. будем идти по калибрам, ячея становится самый большой, победит. победитель получит приз, а первому вылетевшему будут обеспечены последствия. не нравится мне это слово. нормально будет. короче, я свой броник делать, они тут свои фигни заканчивают. у брэндона кажись просто пара кусков мяса. ну да, мясной щит, детка. мясный щит, ага. вот ты все распланировал. а мне только вчера вечером написали. и я такой прям щас в магаз ехать что ли, если завтра уже съемки будут. написали конечно вчера, но у меня есть еще сообщение, которое я посылал дней шесть назад. погоди-ка, ты.. группу я посылал. ты ж мне написал, надо было раньше сказать. да я просто из вежливости вот знал, что ты это скажешь. найду в группе сообщение, и всем его покажу. ну, металл использовать запрещено. а стрелять мы собираемся с винтовок, поэтому я решил надо что-то твердое, чтобы пули разбивало, и вот взял пару таких.. стеклянных блюд. правда стекло от первого же попадания растрескается, и дальше только хуже будет, поэтому я его скотчем все проклею, чтоб может удержалось все стекло одним куском. одно блюдце вот замотал уже. скотч с обеих сторон, и потом одно в другое вставлю. это будет мой твердый слой. который заборет скорость. а дальше будут слои для ошметочков. тоже покажу. эта сторона на угрозу значит смотрит. пуля заходит, пробивает два блюдца. а вот внутри у меня кетчуп будет. решил надо чего-то жидкое, но при этом густое. поэтому вот будут бутылки кетчупа. и дальше собачьим кормом заполню все пустое пространство. собачий корм премиальный кстати, тут вот лосось, треска и форель. потому что я подумал.. рыба наверно поможет пули ловить. и потом.. сзади у меня будет керамическое блюдо.. и вот это. как-то вот так. потому что тут написано, это пластиковая кухонная доска кстати. написано, не трескается. поверхность не коробит и не трескается. проверим? ну так, в теории, я собираюсь фрагменты пуль стопорить, выходящие сзади.. если они будут, а их не будет, с такими-то передними слоями. ну ща я все соберу, замотаю скотчем.. лямочки добавлю.. и все.. о да.. чувствую, все хорошо будет.. все щели вокруг кетчупа засыпать.. кормом.. ты че снова взял птичий корм? ну конечно корм.. да? а у меня премиальный собачий корм.. без оленьих орешков. зато с лососеми треской.. фигасе потратился.. да.. это кстати самая дорогая покупка, 17 баксов стоил.. классно.. интересно будет.. дистанция 100 метров всего, причем по времени нет ограничений, надо просто.. слышал плохиш, время не ограничено.. по сути просто.. я пройдусь тогда.. чтоб заставить плохиша побегать.. и десяток бёрпи говоришь? да.. да да да.. гляньте только.. блин.. точно крепкая.. ща лямки на плечи сделаю.. ваще на шею хватит.. чуть низковато висит, но.. блин батарейку уронил.. наклоняться неудобсо.. еще уронил.. ужас просто.. ну нормально, хорошо.. лады.. донат, ты первый.. народ донат оперейтор.. рассказывай что у тебя, помимо куколки с единорожкой китом.. я уже все обмотал, потом внутри увидите, но по сути тут куски сыра.. бутылки масла, плюс упаковка местного аналога ягуара.. в банках? да.. эт металл, вылетаешь.. ну слушай.. дисквал.. да все ващет ягуара нафигачили.. я нет.. о чем ваще речь? ну а потратил ты сколько? у меня 99 долларов и 59 центов.. чеел.. как так, в прошлый раз тоже прям ровнехонько было, как ты это делаешь? ваще то я тоже довольно близко был.. дашь офигеть.. так, Брэндон, у тебя что? это парень сока, Брэндон Херрера.. у меня мясный щит.. пошел я в мясной отдел, как это бывает.. и увидел такие крупные прям коровьи ребры.. знал, что ты любишь посочней.. ну дык.. вот значит самые толстые ребра, что я нашел.. а это чего? щас скажу.. спокойствие, ток спокойствие.. большие толстые значит ребры.. дальше в два слоя ребра помельче тут идут.. ага.. т.е. всего три слоя ребр.. ну я понял, что это всего 80 баксов.. ага.. поэтому вот хватило на упаковку нашего ягуарича.. класс.. ну я подумал, получится типа реактивная броня.. потому что газики будут пытаться оттолкнуть пули.. ясно.. еще заметил ты лямок не добавил.. да попрошу просто скотчем ко мне примотать.. ага, класс.. так и постреляем, да? да, конеш.. я уверен в своей разработке.. круть, так, плохиш, у тебя чего? кухонные доски! откроешь или уже не открыть? ваще можно.. че там.. куча резиновых ковриков.. кухонные доски и птичий корм.. в прошлый раз вы смеялись? было дело, сегодня как видишь, я уже не смеюсь.. фирменные сумки.. отсюда надо стрелять? дааа.. вообще наверно пофиг откуда.. а сколь по цене? 97.. и 6.. не спросил, у тебя сколько? ценаааа.. 97,6 очень хорошо.. 98,79.. блин, во вы бешеные.. так, илай, у тебя стримота просто жесть.. что там? серьезно? я тони старком себя чувствую среди ваших типа бронепластинок.. ну-ка ты надень.. да, точно.. я нормальный плитник сделал.. настоящий прям.. даже сзади броня есть.. я забыл, что мы на разуршанчу.. тут о такой фигне не парятся.. короче, у нас тут конечно бамбуковая доска.. свинка на кости.. чеддер средней зрелости.. а откуда у тебя сыр? выменял одну из кукол на кусман сыра.. потому что сыр-то хорошая идея, желатин поможет пули ловить.. дальше пластик.. ну и никто не хочет стрелять в дето кукол.. или.. в щеночков.. поэтому мож я промажу или.. ну не знаю.. броня комфортный, он рабочий.. выглядит комфортным.. против федералов правда не сработает.. вам тоже весело? да я на самом деле когда переводил тоже ни черта не понял.. а я считаю, если тебе самому не понятно о чем говорят люди, которых ты переводишь, то грех цена твоему переводу.. короче, оказывается в американском оружейном сообществе есть такой мем, что правоохранители любят стрелять собак.. типа пришли с обыском, подозреваемых не было дома, собаку на всякий пожарный застрелили.. ну или вообще ошиблись адресом, но собаку пристрелить не забыли.. ну и одни из основных плохишей в таких приколах сотрудники федерального бюро алкоголя, табака, огнестрела и взрывчатых веществ.. по-американски ATF.. их мэт частенько в роликах упоминает, мол не приходите ко мне, у меня все оружие легальное.. ну и да, получается бронежилет и лая даже с собачкой и детскими куклами не смутит федералов.. хаха, веселуха полнейшая.. если не знать, что одним из самых известных событий, из которого в принципе и растут уши этого мема, является так называемый инцидент в руби ридж.. очень коротко, одного неоднозначного мужика конспиролога в 92 году обвинили в нарушении правил торговли оружием и прислали несколько повесток в суд с различающимися датами.. мужик решил это какой-то заговор, послал всех к черту и засел с семьей у себя дома.. через время на его задержание приехала куча федералов из разных контор и в первый же день осады, которая продолжалась 11 дней.. случилась перестрелка, в которой была засрелена собака мужика, засрелен в спину его 14-летний сын и один федерал ему прилетело в грудь.. дальше федералы отметились убийством жены мужика, снайпер снял ее, когда она стояла в доме с 10-месячной дочкой на руках.. соли добавляет то, что через каких-то полгода федералы почти в том же составе, да теперь еще и со специальным противособачным отрядом.. устроили 50-дневную осаду сектантского ранчо маунт кармел.. венчал осаду штурм и пожар.. результатом всей операции было 82 мертвых сектанта.. включая пару беременных женщин и 25 детей.. в общем мем конечно забавный, а вот история его происхождения страшная.. и тут мне бы как вставить рекламу чего не то же страшного, что там.. хоть резидента ивела последнего, но рекламы тут не будет, можете расслабить булки.. продолжим.. это надо вырезать.. да, сорян.. и сколь потратил на это.. у меня 99 долларов.. йолы.. и 54 цента.. как так то, с налогом? с на.. ааа.. то есть больше сотней.. а я в налоги не верю.. мой броник вы ребят уже видели, но у меня.. как и в прошлый раз, небольшой перелет.. но.. тут 109 долларов 63 цента.. но я ягуара на 16 баксов накупил.. аж 12 банок.. мы об энергетике ваще не говорили кстати, а трое из вас приперли аж по упаковке.. у тебя лазанья что ли? тут пара блюд для запекания, так что могу и лазанью сбацать.. у меня тоже рабочий плитник, считай, закрывает правда брюхо.. а сердце то ваще не важно.. ну конечно.. да просто подтянуть его надо.. короче, так.. так, ты превысил.. у этих металлические банки, так что я уже победил.. спасибо за просморр.. и до встречи.. ладно.. плохиш, ваще ты еще не победил, мы же забег не делали.. аа, ну давай.. ты сейчас сможешь 100 метров пробежать? дааа.. немножко блювануть не запрещено.. это правда.. ладно, надеваем броники и побежали дистанцию.. убедимся, что броники эти одевабельны и носибельны.. погнали.. даааак вот.. сверху пару впусти.. даааа на плечи можно.. как ремешок.. дека.. надо еще одну полоску.. ооот так.. о нет.. хорошо побегет.. вот теперь нормально.. это критическая ошибка.. о боже.. как мне так бежать.. болтается капец.. плохиш побеждает.. плохиш победит.. так, все прошли.. у меня в шлепках второе место.. я ваще то новую пушку взял.. зашел в местную оружейку мантекима фаер армс, и продавец говорит у нас винтовка мосина в 22м калибре есть.. я говорю нет такого, а оказывается есть.. сделана она компания, которой я не слышал ни разу.. кей эсэй.. модель называется винтовка мосина.. вроде бы.. я первый раз такую увидел, и купил сразу.. но 22 лонграйфл.. кажись она однозарядная.. ты первый.. давай.. пристрелишь куколку.. конеш.. которую выменил уилая на кусок сыра.. готов стрелять то.. я с нее еще не стрелял.. с метра в стиле свистящего дизелька, красава.. да че будет.. отлично.. мы сперва все по выстрелу сделаем, а потом уже смотреть пойдем.. дам! прямо в центра! о, кажись в заднюю пластинку ударила.. так задумано.. посмотри, мож и нет.. о, класс, снайпер.. да хорошо бьет.. прицел почти так же плох, как на обычной мосинке.. как ты смеешь.. почему больше ни у кого броня не кровит? у меня все четко.. стекло даже держится, дырочка там внутри побольше дыры снаружи, правда.. ну все в поряде.. у всех порядок.. ну.. у меня пробило.. че? нет.. как она пробила? да это не дырка.. или да.. дырка.. откройкась.. а, открыть не выйдет.. слуш, точно это выходное.. донат на 22м калибре вылетел.. это явно дыра.. сдох мой сырный ягуар.. даже перед не пробило.. класс все, отлично.. брендон, порядок? конеш.. ягуар правда потек.. ну немного, дэ.. такс.. это как керамоброня, в одно и то же место нельзя палить.. моя тоже.. мы идем дальше без доната.. интересно, как она столько сыра то пробила.. твое попадание хорошее.. может как-то мимо всего прошла.. тут вроде меньше жижи, не понять.. а вон в банке дыра.. это жирная.. пулю перенаправила вниз что-ли.. но как она сыр прошла? да, сыр аж много.. слышите, говорит, как она сыр то пробила? даже невозможно.. что угодно, но не сыр.. значит она сыр пробила, масло тоже, банку яги.. даже две.. ну у тебя еще пол литровые.. да.. и все же неясно как сыр пробила.. че поделать.. это че, тортильяс? даа их тоже напихал.. да, вот ее тянешь.. а, олдскульненькая.. как на эсберке, сюда нажми.. итак.. оо да.. класс, терь у нас 9мм.. круууть.. экспансивки.. о, блин.. мощно дала.. терь плохиш.. представляю солдат в таких вот бронежилетках.. боевой дух ваще на высоте будет.. первую ты точно пробил.. первую, но не вторую.. у меня тоже норма.. ничего не пробило.. и у тебя тоже.. вон сыр.. йо, прошило.. но вторую доску не пробило.. офигеть.. причем удар то был уже слабеньким.. все отлично.. стоять.. а кегля между ними стояла.. нет конеш.. че за нафиг, читер? как так то? смотрите.. вот он попал.. прямо в кегельке дыра.. ну дает.. да посмотри запись.. а я тут постою.. у доната а, он же вылетел уже.. и лай пулю нашел, она засряла.. в той кегле.. ну задумка то хорошая была.. лады.. далее у нас 44й магнум.. из тауруса рейджен.. рейджен тауруса? хантера, рейджен не бул, а хантера.. 44й магнум! ну так, ну ща фонтанчик будет точно.. готовы? да сыр надвое.. сыр погиб.. кажись даже до моей пластины долетела.. че? мясо что ли? ты погодь.. на броньке Брэндона илаевское мясо.. мясом своим по мне вдарил.. фигач.. на вид мож остановило, фонтанчика не было.. жёстко бьет.. ожидания у меня не очень.. ну хоть в свежую банку попал.. о, я так и хотел.. конеш.. удача правда на исходе.. все супер.. даа, у тебя броня класс.. оно сзади не вышло.. че? все хорошо.. оно треснуло только.. нука я гляну.. так, кегля не задета.. смари, а? как так вышло.. бамбук, блин.. говоришь, он крепкий.. это она? вот пуля.. 44й магнум.. блин.. видели, по пуля стаборит пульки.. я думал, моя пуля удержала.. а, ну да.. пока не приподнял скотч, и там.. дырень прямо в ягуары.. ну-ка, не суй пальцы.. у меня все четко.. правда? да, держится.. вошла пуля сюда.. чуть стекло побило, но.. сзади ничего нету.. можем на секунду отвлечься и заценить.. тут врач.. производитель оружия.. и недоучка.. и моя выглядит лучше.. у вас какие-то мотки скотча.. у меня тоже ничо.. ну я добавлю, твой сыр видал деньки получше.. да ну ты брось.. э, нуу.. тебе.. да сверху положи.. о так.. Брэндон позорно тащит свою броньку к проигравшим.. нуу ёлы.. еще и мясным соком облился.. я все пули нахожу.. да, просто удивительно.. эти патенты использовать не будем.. а это пока рабочие прототипы, посмотрим че будет.. насколь она ниже бьет.. готовы? вот терь сыр умер.. помните, уилая сперва похож был на броник.. а не на кучу игрушек.. кажись могла и остановиться.. вот же ж блин птичий корм.. лады.. ну вмазала она неплохо.. пошли смотреть.. вышла снизу.. блин, жестко пробило.. у тебя тем более.. так.. пластина умерла.. есть победитель.. не странно выигрывать на своем же канале, а? я неделями это планировал.. жалко конечно, что ты по цене пролетел.. тебе игуары дать чтоли.. ну и суперфинал, я конеш победитель.. хотя че думать то было, гляньте на них.. сосаем все броники рядком, и попробуем 50ку бмг словить.. значит пластинка победитель первая, дальше остальные.. постараюсь четко в центр пальнуть.. и посмотрим, сможет ли куча самодельных бронежилетиков.. остановить 50ку.. 50 бмг.. так, готовы.. стреляю.. кажись она пробила.. че гриш.. пробило, говорю.. все.. да.. ну эта дырочка дымится.. а она.. пробила канеш.. и на моей застряла.. мой бамбук словил.. да моей не дошла.. а как она сыр пробила.. в плохишовскую вошла.. мож в ней? тартильяс остановили.. тартильяс пулю словили.. вооот так, лепешка 50ку словила.. позор.. ну ка еще раз.. может и правда остановила.. или в землю ушла.. короче, мы гений, смотрите че натворили.. на здоровье интернет.. наука.. наука? последствия для доната, не словившего пулю, 22ю причем.. ему надо заглотить одно за другим банку ягуара и порцию горчицы.. давай, донат! делай, лизаблюд! а здесь ребятам смешно потому, что в определенных кругах доната называют лизаблюдом, за то, что на своем канале он частенько смотрит записи с камер сотрудников полиции и, как бывший полицейский, зачастую оправдывает действия полицейских.. как вы наверное догадываетесь, мэтт и его команда в упомянутые определенные круги не входят.. донат которого мы знаем и любим.. а зачем ты сперва ягуара, а потом горчицу то.. это и говорю.. пасиб за просмотр ранчо.. мы вас любим.. и до встречи.. ссылки на парней будут в описании.. а то он отблевет.. какого-то.. ес.. а.. в модерні всё просто, одно правило у нас на ранчо. НИ СЛОВО ЖЕНЕ!